Шаббат шалом, дорогие друзья! Шаббат шалом хаверим! Мы на канале Светлотара, Редуля, Алкосер. Сегодня шаббат, и это значит, что мы с вами имеем прекрасную возможность пообщаться, порассуждать над Словом Божьим, поделиться теми откровениями, которые Бог дает. Давненько с вами не виделись, но тому есть причины. Сейчас больше Бог дает работать с людьми, общаться, встречаться, молиться за людей, консультировать и помогать людям выйти ко Свету. Прекрасное время тоже, но не хватает времени, чтобы записать уроки, потому что запись, поверьте мне, одним часом не обходится. И монтирование видео, и запись, и потом его пока повыставляешь. В общем, день целый занимается. Но шаббат, и все замирает перед Господом. И хочу пожелать вам, чтобы этот шаббат был мирным для вас, чтобы мир пришел не только в ваши сердца, но и во все то, что вас окружает. Пусть Божьим миром наполнится вся земля, хотя бы, по крайней мере, та земля, где мы находимся. Друзья, сегодня хотел бы с вами поделиться одним пониманием. И оно, скорее всего, знаете, направлено на... Ну, мы привыкли его называть христианским дуализмом. Но этот дуализм, он не только христианам присущ, но и людям, которые не утверждены в вере, и которые постоянно, знаете, делят Бога на каких-то две таких части. Знаете, добрый Бог и плохой Бог, хороший Бог, это тот, кто дает им новую машину, новый дом, мужа, ну, кто чего просит, в общем. А плохой Бог, кто этого всего не дает и кто хочет забрать. И вот так они в этой борьбе постоянной, постоянных... Ну, слышал такие молитвы нередко, когда связывают, там, завязывают. Говорю, что вы связываете? Вот, сатана, мы тебя связываем и уходи отсюда. Мы тебя связали, уходи. Говорю, как же он может уйти, если он связанный? Вы же его только что связали. Ну, в общем, в этих войнах проходит часть их жизни. И я думаю, что это большая ошибка. И Слово Божие Писание говорит нам о том, что нету двух Богов. Есть один Бог. И заповедь Шма Израэля, Данай Илогейна, Данай Ихад, говорит о том, что Бог один есть. И это подтверждается, безусловно, и Словом Божьим. Это подтверждается не в одном месте Писания, а во многих местах Писания, где мы видим, что действительно Бог один есть. И кто праведен сердцем, праведен душой, тот видит это в Писании. Наверное, из-за поверхности все-таки люди этого не видят. Поэтому и жизнь, знаете, когда ты веришь в хорошего и плохого Бога, хотя так никто не говорит. Мы все говорят однозначно, я верю Богу и больше никому. Но по жизни у них так не получается. И вот эти огорчения, когда что-то неправильно по ихнему пониманию в их жизни происходит, а жизнь, она такая штука, она не только из пряников состоит, но и бывают и кнуты в нашей жизни. И чего больше, чего меньше, я бы тут не стал размышлять на эту тему. Поэтому жизнь, и вот эти мучения, когда ты понимаешь, что что-то не так, что-то идет не по твоему плану, постоянные мучения, они ничего к жизни нам не добавляют. Наоборот, они ее забирают. И страхи, переживания, страхи перед тем, что что-то произойдет не так, пойдет не по плану. Но мы с вами много говорим об этом. И, наверное, этот урок будет как продолжение тех предыдущих, где мы говорили об ожиданиях, о том, что мы ожидаем от Бога, и когда что-то не происходит по нашим ожиданиям, то мы сильно переживаем. В общем, это время, пока мы с вами не виделись. Вот, я молился там в одной молитве один день, и Бог мне показал на книгу Иова. Иова я читаю регулярно, когда приходят испытания в мою жизнь, я сразу сажусь за книгу Иова. Ну, а здесь я думаю, ну, почему и как? Ну, вроде таких серьезных сейчас потрясений в моей жизни нет. Ну, Бог показал читать, я взял ее и начал читать. Ну, и где-то дойдя до середины, сейчас я на середине за две недели изучил где-то половину книги Иова, я понял, о чем мне надо говорить с вами сегодня, и чем делиться. В общем, вы, кто не знает, книга Иова, это самая древняя книга, и самая первая, ну, хотя в книге Библии она не так, самая первая, но поверьте, это самая первая книга из всего Писания, самая древняя, она даже древнее, чем Тора, потому что Иова жила еще, когда не было написано Тора, и не зря я думаю, что это первая книга, потому что я ее вообще считаю фундаментом для людей веры. Кто, она открывает и ключи дает, и к Торе, и к различным пониманиям, и к пророкам, и ко всему Танаку, и кто не обращает внимания на эту книгу, или, знаете, как прочитал Изабел, наверное, и тому будет трудно понять и все остальное, то есть, дальше двинуться в путь, потому что дом без фундамента, это, знаете, деньги на ветер, наверное, так скажу, придет ветер, дунет буря какая-то, и раз, и нету этого дома. Помните притчу, которую Иова рассказывал, когда он говорил, наблюдайте, как строите, и он рассказывал о двух людях, которые один построил на песке, и построил дом, и пришла буря, и этот дом рухнул, другой же углубился, копал, и выкопал глубокие ямы, и построил их на фундаменте, на крепком, и пришли буря и ураганы, и этот дом устоял, поэтому без фундамента строить что-то, наверное, лучше и не строить. Так вот, вот эта книга Иова, она является фундаментом, фундаментом, потому что мы видим здесь, во-первых, она изобилиет имя с жемчугем, знаете, который можно тут собрать, но она открывает нам дверь к пониманию и к вопросам веры, вообще, я, наверное, сто процентов, это книга для каждого человека веры, вот утвердися ты на этом основании веры, доверия Богу, потому что вера, это не состоит в том, что, ну, я говорю, Бог есть, я верю, что Бог есть, это не вера, и мы уже неоднократно с вами по этому вопросу говорили, что иудейское понимание веры, это однозначно, это уверение своей жизни в руки Богу, я отдаю полностью всю свою жизнь в руки Богу, и пусть он уже, он художник, мастер, не я буду писать свою историю в своей жизни, а он пишет, он знает, когда мне надо подняться вверх, он знает, когда мне надо опуститься в самый низ, и отдавая ему в руки, это такая вера, которая защищает меня от всяких родов переживаний, страхов, и непониманий, почему страхов перед обращениями, даже, и перед всем остальным, потому что я знаю, тот, кто вводит меня в какие-то испытания, он оттуда меня и выведет, я доверяю ему, я не иду впереди Бога, я иду за ним, я знаю, что он в худое место меня не заведет, я полностью верил ему свою жизнь и в его руки отдал, и вот это есть вера, и Ниаиа как раз подводит фундамент под такую веру, с чего, наверное, начнем, а, прежде хочу, чтобы мы перед тем, как начнем, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы с нами, и за то, что вы на канале, и за то, что вы активны, конечно, сейчас активность упала, я понимаю, почему, лето, не до размышлений разных, хочется где-то отдохнуть, хочется погулять, 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 у нас в Украине продолжается аж война, нам не до отдыха, в принципе, и сейчас еще проблемы с электричеством, тоже, ну, тяжело, в общем, ну, а кому хочется отдохнуть, отдохните, это тоже нужное дело, но всем, кто остается с нами, всем большая благодарность за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу активность, и просьба к тем людям, которые смотрят нас на фейсбуке, и других площадках, заходите, пожалуйста, на канал, и ставьте свои лайки, здесь, на канале, а не там, где-то в группах, где вы смотрите, почему, потому что это важно для развития, для продвижения видео, недавно один человек написал мне, там, говорит, удивляюсь, я слушаю ваши эти, учения, и удивляюсь, почему так мало людей, на канале, вы говорите такие вещи, которые я не слышал, ну, во-первых, я и отвечу этому человеку сразу, у нас канал, часто, за бан, короче, в бан занят, теневой бан, он такой, как бы, незаметный, но просто YouTube мне предоставляет просмотру видео, вот и все, вот они считают, считают, что эта информация не должна распространяться, вот они так делают, и те люди, которые, ну, эти лайки не для меня, те люди, которые ставят лайк, комментируют, они помогают каналу вылезать с этих теневых банок, подниматься вверх, и естественно, что моя благодарность им, прежде всего, этим людям, помогают тому, той информации, которой Бог влагает в мое сердце, распространяться, то есть служит Богу тем самым, а так, ну, других объяснений у меня нету, и я знаю, это точно, потому что я же общаюсь с представителями YouTube, которые пишут и просят удалить видео, хотя на наших видео ни матерщины нету, ни каких-то сексуальных тут развращений, или чего-то еще, к чему YouTube мог бы предъявить претензию, но вот они считают, что эта информация не должна распространяться, а вы уж думаете, сами почему, и они пишут и удалить, или будет заблокировано, ставят предупреждение, и уже канал чуть раз уже был не слетел, потому что было два предупреждения за короткое время, вот, и на третье канал был полностью заблокирован. В общем, вы трудитесь вместе с вами, и вам за это благодарность. Возвращаемся к книге Ио, и с чего, пожалуй, начнем с того, что из-за слов Иова, когда, помните, произошли все эти несчастья с ним, мне интересно ваше мнение, кто эти все несчастья посылал в его дом, можете написать, если вам не трудно, ну, кто вы, как вы считаете, кто виновник всех этих несчастья, которые пришли в его дом, у него были забраны дома, были забраны его, дело рук его, то есть, у него было много скота, это было все забрано, то есть, материальное было удалено от него, впоследствии были забраны и дети, самыми последними, и он остался один, пораженный болезнью, ну, и жена еще была, ну, жена, не помощник, на тот момент ему была, это явно, потому что она его подбивала, она пришла к нему в один из моментов, и говорит, так сказано, и сказала ему жена его, ты все еще твердый, непорочный, в непорочности твоей, похули Бога и умри, ну, я думаю, что не от доброго сердца, она подобные вещи ему говорит, просто людей, тут еще и для нас урок такой, тут много уроков для нас, часто мы на таких людей, которые попали в подобные его ситуации, мы смотрим подобно от жене Иова, мы смотрим, ну, зачем ты живешь, ты вообще обуза для общества, обуза для своей семьи, обуза для близких, а уже что-то сделай лучше с собой, ну, может мы этого и не говорим, но часто мы так думаем, и этим, ну, думаю, конечно, не от Бога, и ответ Иова меня сильно вдохновляет, лично меня, потому что он является той первой ступенькой, ступенькой к нашим сегодняшним размышлениям, что говорит Иова ей, но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, во всем этом не согрешил Иова устами своими, и здесь очень сильный, сильный такой посыл, конечно, ну, Иова говорит, неужели мы только то, что добро будем принимать, а то, что злое не будем, те, кто заражены этим дуализмом, они скажут, ну, Бог же не делает зла никому, это не Бог, сто процентов, как Бог может сделать зло, ну, и они будут правы, только не совсем, почему, потому что, да, Бог не делает зло, Он делает все на добро, просто мы, когда остановимся перед испытаниями, когда испытания потрясли нас, вот это первое потрясение, мы просто-напросто не способны увидеть за этим Богом, это мы считаем, что это злое, это в нашем разуме, это плод того, что мы долгое время питались этими плодами от дерева познания добра и зла, которое по существу не является никаким добром и злом, это один плод, одно дерево, и оно смешивает в нашем разуме все, и то, что мы считаем добро, оно может оказаться злом, и то, что мы считаем злом, оно может наоборот оказаться добром, все в нашем понимании, понимаете, мы же к себе примерим, к нашему эгоцентризму, и меня где-то наступили на ногу, неужели это Бог сделал, у меня что-то забрали, неужели это Бог, Бог такого не может делать, ведь это то, что у меня забрали, оно же должно быть моим, ну, к примеру, да, ну, а ты не знаешь, что, что, оно могло к каким последствиям, обладание тем, что у тебя забрали, могло к каким последствиям тебя привести, здесь можно вспомнить того царя, помните, который умирал, и который нашел благословение, нашел благословение, обрел благоволение в глазах Божьих, поэтому Бог послал к нему пророка, и говорит, пожалуйста, приготовь все свои дела, потому что скоро ты покинешь землю, и опечалился этот царь, и отвернулся к стенке, и заплакал, и просил у Бога жизни, и получил эту жизнь, и вроде бы, как бы, все хорошо, но последствия этого всего были очень плачевные, этот царь прожил 15 лет, сколько он и просил, но за эти 15 лет он натворил такого, чего не совершил за всю свою предыдущую жизнь, он открылся для датаем сокровища Израиля, и навлек страшную беду на весь народ, потому что пришли, и убили людей, разграбили Иерусалим, и забрали те сокровища, и все остальное, то есть пошло это ему на добро, нет, но ведь он считал, что это на добро, он просит как бы на добро, он же хорошего полного просит у Бога, дай мне жизни, я хочу, я знаю, то есть в этой его просьбе, знаете, что оттенок какой, я знаю лучше, что для меня лучше, что для меня хуже, лучше, чем ты, вот ты сейчас хочешь забрать мою жизнь, то есть забрать меня туда, ну, в вечность, а я знаю, что мне лучше остаться, ну, и в этом, в этой просьбе все мы, мы все, ну, ну, когда мы не стрессуем, еще когда мы находимся, в таких, знаете, спокойных ситуациях, в таких, ну, в расслабленном состоянии, когда нас ничего не атакует, мы говорим, да, Бог и один есть, и все Бог делает, ну, те, кто понимает, что Бог один есть, но, когда стресс, мы забываем обо всем этом, когда давление приходит в нашу жизнь, мы забываем, и тут включается наше эго, которое знает, как лучше, что есть лучше для нас, что есть хуже для нас, и тут мы начинаем становиться кем? Правильно, противниками Бога, мы начинаем противиться, мы стоим на сторону того же зла, и начинаем воевать с Богом, потому что мы знаем, как надо, чтобы в той или иной ситуации происходило, и он говорит, я принимаю от Бога все то, что происходит в моей жизни, знаете, есть, вы скажете, это ветхознур, кто-то, кто еще живет этими шаблонами ветхий завет, скажете, да это все к ней ветхого завета, но есть и в новом завете подобные вещи, помните, написано, для избранных Богом, призванным по его благовлению, все содействует к облаху, и здесь все, это значит все, здесь все, не значит, что то, что нам нравится, это ко благу, а то, что нам не нравится, это не ко благу, вот именно все означает, что все, что приходит в нашу жизнь, оно содействует к нашему благу, то есть, оно на добро, и мы сейчас убедимся в этом, читая дальше, и разбирая книгу Ио, интересный тут еще момент, хочу вам показать, вы же помните, пришли друзья Ио, и они с ним там разговаривают, и они стали на сторону Бога, и они часто, как мы, я при этом, я каялся, вот знаете, я не, думал не говорить об этом, вроде это личное, но я поделюсь с вами, мы, раньше мы создавали центры реабилитационные для ребят, которые были в зависимостях различных, для девушек, для мужчин, и мы служили таким людям, не знаю, делая им добро, или делая зло, но часто я видел, как я, ну, вот сейчас, когда я читал эту книгу, я понимаю, зачем мне Бог сюда послал, адресовал к этой книге, потому что я, когда читал, я увидел себя, как я часто, как друзья Ио, остановился на сторону Бога, и начинал людей казнить, думая, что я делал этим добро, этим людям, людям, которыми, прошу прощения, людям, которым и так тяжело, людям, которые находятся в непростых жизненных обстоятельствах, мы часто берем и их добиваем, знаете, так написано, а ты не живешь, а ты вот Бога предал, а ты не понимаешь, и зачем ты это сделал, ведь тебе, что, ну вот, я вот, смотри на меня, я же смог устоять перед соблазнами, а почему ты, ты же такой человек, и как и я, почему ты не можешь, и тем самым, мы Бога, вообще аннулируем, ну, понимаете, мы выставляем свое я, а Бога отодвигаем туда, я не знаю, кто поймет, кто сейчас меня услышит, может, это вам позволит избежать таких ошибок, какие совершил я, но я еще вам хочу один момент сказать, за все, что мы делаем, мы несем впоследствии ответственность, и я в первую очередь тут, потому что, немногие делаете с учителями, все мы подлежим осуждению, то есть суду, и вот то, что ты говоришь, ты обязательно будешь отвечать за это, почему и сказано, что язык неудержимое зло, потому что мы с этим языком и благословляем Бога, тем же языком мы проклинаем людей, и вот так действуя, так поступая, как я только что рассказал, мы в людях перечеркиваем Бога, мы закрываем им доступ к Богу, выставляя свое великое, почтенное я, меня помнит мой товарищ, который упал, ну, мы служили часто, ну, долгое время с ним, а потом он упал, отошел от Бога и возвращался, и он приехал ко мне как бы за помощью, и мы там сидели, ну, что я ему могу сказать, ну, и я ему говорю, ну, подобное, то, что я вам только что рассказывал, кондиционер делает свое дело, видите, чуть простыл, простите меня, и мы сидели с ним, общались, я ему говорю, ну, смотри, у меня же получается, идти за блогом, почему у тебя, и он так смотрит на меня, и говорит, ты что думаешь, ты в этом состоянии, в котором ты сейчас, на 5 копеек дороже, чем я, и знаете, я не нашел тогда, что ему сказать, и я сегодня, я понимаю, насколько он был прав, тогда, когда подобное мне, хотя бы остановил меня в своем, вот этом порыве, действительно, в такой же позиции находились эти, его друзья, которые к его пришли, и смотрите, как он им отвечает, это 12 глава, и, пожалуй, тогда я один стих зачитаю, будет желание, почитайте ее всю, это 12 глава, 5 стих, и Ио отвечает своим друзьям, так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающегося ногами, сильная метафора, да, и сильное сравнение, он говорит, так как вы меня сейчас презираете, потому что вы пришли к человеку, которому, ну, мы же, такие люди, вообще, человеческие отношения строятся на, том, что, что-то тебе нужно от меня, и что-то мне важно, нужно от тебя, на вот этом взаимном обмене, взаимном, ну, духовной информацией мы делимся, или материальным к чем-то, ну, это вот, как бы отношения выстраиваются так, а что взять от такого человека, который сидит весь в черях, и весь, у которого вообще ничего нету, забрано все, и суды Божьи над ним вершатся в нашем понимании, что от него можно взять, и вот они пришли к нему, и он говорит, я в ваших глазах подобным, как факел, ненужный для человека, который сидит в покое, потому что, когда ты в покое, зачем тебе факел, ты смотришь на него, как на нечто ненужное, вот встань и пойди, в темноту, и тогда факел станет самым нужным этим, сильное сравнение, конечно, поразмышляйте над этим стихом, может вам что-то он еще больше откроет, но для меня, я сразу все понял, когда я его прочитал, понял, какие ошибки я делал, когда я этих людей, которых Бог ко мне приводил, не обогревал их любовью, не давал им, вот это, знаете, тепло, не делился ни с ними своим теплом, а бравировал перед ними своей праведностью, самоправедностью, потому что это неправедность Божья, помните этих двух людей, которые стояли в храме, и один из них рассказывал Богу, какой он хороший, и сколько он для него сделал, а другой не смел даже поднять глаза на небо, а только вздыхал и говорит, прости меня, Господи, и Иисус говорит своим ученикам, как вы думаете, кто из них пойдет более оправданный из этого места, тот, кто рассказывает о себе, какой он хороший, или тот, кто не смеет даже глаза на небо понять, потому что наша праведность, это Божье оправдание, но сейчас я это понимаю, наша праведность, это оправдание Божье, он оправдывает и меня, и вас, и жену мою, если мы верим в Божье оправдание, то вот это наша праведность и есть, если он нас не оправдает, мы своей праведностью оправдаться не сможем, поверьте мне, самый человек, как бы, кроткий и добрый, ему есть, у него есть свои скелеты в шкафу, я видел очень кротких людей, но знал, что ихнюю жизнь, и это, поверьте мне, не овечки, не ягнята, в общем, вот такая история, и дальше, Ио говорит, ну, вы же помните, что в конце, в конце будет, что Бог скажет этим, его друзьям, сходите, и пусть Ио помолится за вас, и принесите жертву, а потом Ио говорит, Ио пусть помолится за вас, и простятся ваши грехи, потому что Ио был более, ну, я нашел Ио более правым, чем вы, то есть, вот эти все ихние разговоры, и все ихние умничания, Бог оценил, как пустоту, но об этом мы поговорим, в других уроках, я еще дошел пока только до 12 главы, подолгу размышляю, я не спешу никуда, и вот дальше Ио говорит те слова, которые подтверждают то, что Бог один, и Он делает все, и это не доброе и плохое, Он делает все на добро, но только вот принимаем мы, это как добро с благодарностью, весь вопрос только в этом, принимаем мы это все с благодарностью, и испытания, и все остальное, потому что когда на тебя нажали обстоятельства, то тебе благодарить не сильно хочется за это, но даже самые искушенные такие люди, самые такие, знаете, уже матерые верующие, те будут благодарить, и то не от чистого сердца, потому что я знаю, когда у меня придавливают сильно, я вспоминаю, что из-за этого надо благодарить, и я благодарю, хотя на сердце у меня там благодарности, поверьте, очень мало, мне кажется, что вообще ее там нету, но я знаю по схеме, как работать, я же уже умный, опытный, знаете, весь вопрос только проймем мы это с благодарностью, потому что мы верим, что Бог делает все, или же мы будем бунтовать, роптать, и тем самым закрывать для себя небеса, вот весь вопрос только в чем стоит, потому что сейчас мы увидим, ну, читаем, что дальше Ио говорит, И так, с 10 стиха, Ио говорит следующее, 12 глава, с 10 стиха, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти, не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи, в старцах мудрость и в долголетних разум, у него премудрость и сила, его совет и разум, что он разрушит, то не построится, кого он заключит, тот не высоветится, так оказывается, это Бог разрушает, как же так, это очень религиозно, такие слова, так это оказывается, если человек пьет, или колется, или в других каких-то обстоятельных жизнях находится, то это значит Бог сделал, ой, вообще это не докториально, это какой-то еретик, сейчас вы наверное подумали, сидит перед нами, а в действительности, это так и есть, это Бог заключает, это Он построил тюрьму, если ты там, в этой тюрьме, ты оттуда не выйдешь, никто тебя оттуда не выйдет, пока Он не решит, я помню, я молился за одного человека, когда я это первый раз понял, за одного известного пастыря, нам сказали, помолиться, потому что там у них была встреча, мы на тот, мы были молим, литвенниками, ну, наш пастырь с ним встречался, и вот, помолитесь, что вам Бог покажет, я молюсь, и я вижу такой фонарь, который, то, 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 свет загорается, то тухнет, то свет загорается, то тухнет, и я слышу Бога голос, и он говорит, не молись об этом человеке, он во тьме заключен, и только я могу оттуда его освободить, я тогда еще понимал по-другому чуть-чуть, я так возмущен был, там, наверное, это не Бог, как это, не молись, как это, мы же молимся за людей, но точно сказал Бог, я пошел своему, ну, и передал это то, что мне сказал своему пастырю, Бог заключает, он говорит, и Бог разрушает, дальше читаем, остановит воды, и все высохнет, пустит их, и превратят землю, я, когда читал этот стих, я вспомнил коммунистов, которые, когда-то так, возомнили о себе, ну, это были люди, коммунисты, они там, демократы, какая разница, ну, они так возомнили о себе, что сказали, мы повернем реки вспять, кто старше возраста, ну, моего возраста, те помнят, как они эти лозунги были, мы развернем реки вспять, вот они что-то осушивали, речки поворачивали, туда-сюда, но ничего у них не получилось, и, если Бог скажет, это пустыня, то даже, пустыня, место, оно превратится в пустыню, и так же пустыня сделается садом, если там Бог решит так, и мы знаем об этом, что так оно и есть, дальше читаем, 16 стих, у него могущество и премудрость, перед ним заблуждающийся, и вводящий в заблуждение, представляете, представляете, это все по слову Бога, то есть, и вводящий в заблуждение перед ним стоит, и заблуждающийся, и чем это можно подтвердить, другим местом Писания, помните, Михея, я так люблю это место Писания, потому что оно разбивает этот дуализм, оно разбивает эти рамки религиозные, когда помните, Михея провели, и два царя сидят, и они спрашивают, идти на войну, и все пророки говорят, иди, будет победа, и приводят Михея, и спрашивают царя, скажи мне, и он говорит, иди, он говорит, я заклинаю тебе Богом, скажи мне правду, не утаед меня, ну и Мегей ему говорит, что будет тебе поражение, вижу, народ Израиля блуждает без царя, в общем, предсказывают ему, потому что тебе хана, все, хана Мити, в общем, и эти пророки возмущаются, и говорят, ты ж как посмел, это что мы тут говорим, а ты правду говоришь, и он говорит, я вижу Бога сидящего на небесах, и перед ним суть духи служебные, и спрашивает он у духов этих, кто пойдет и внушит Ахаву идти на войну, и вызвался один, и сказал, я пойду, и Бог сказал, как ты это сделаешь, и этот дух сказал, я пойду и сделаюсь духом лжи в его устах, и в устах его пророков, и они будут пророчествовать, и убедят его, вот ведь что, так дух лжи оказывается, Бог ему повелевает, перед ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение, другое местописание, другое местописание, помните, что есть два рода священства, и очень видно это у книги Иезекииля 44 главы, там говорится о левитах, которые отступили, и Бог говорит, вы будете стоять перед народом, но только я поднял против вас руку, и вы не будете приближаться ко мне, но вы будете служить, и другое священство, это починуть садока верного, и то священство, которое во время испытания остались верными Богу, и стояли у его жертвенника, и пытались оттуда, два рода священства, и заблуждающиеся, и вводящие в заблуждение, и те служат, и те служат, он приводит советников в необдуманность, и судей делает глупыми, то есть глупость получается, и необдуманность тоже от него, ужас какой-то, он решает перевезти целей, и поясом обязывает чресла их, и здесь очень важный момент, потому что многие спорят, этот от Бога президент, или не от Бога, а этот Богом поставлен, и не Богом, и вот спорят, и вот если им особенно не нравится, тот правитель, который у них находится, они говорят, это не от Бога, потому что он не поступает по-божески, так вот здесь вам подтверждение, что всякий, и тот, кто перепоясывается, и тот, кто у кого снимает это перепоясывание, все от него, он поставляет царей, он их убирает, это сугубо его, хочется сказать, сейчас царей нет, ну сейчас президенты, по-другому просто называются, веяние времени, князей лишает достоинства, и низвергает храбрых, ну это тоже делает он, отымает язык у велеречивых, и старцев лишает смысла, я помню на одно служение, меня пригласили, я спросил у Бога, а что мне говорить, и тишина, и я так, я помню, стоял минут 20 перед людьми, молчал, ну так а что говорить, нечего говорить, он делает самых, хотя я всегда, ну для меня говорить, это просто, у меня нету каких-то комплексов, или предубеждений, но я помню, тогда мне не было, чего сказать, и я стоял, потому что я уже имел, такой опыт, я когда-то вышел, и когда мне не было, чего говорить, я попытался говорить, и у меня язык начал заплетаться, я был подобным, пьяному человеку, и это было просто ужас, я тогда сказал, я никогда не буду проповедовать больше, я никогда не буду учить, все это делает он, как ни странно, покрывает стыдом знаменитых, и силу могучих ослабевает, самый сильный человек мира, в один момент, может потерять все, знаете, пример, который, какой проведу, я помню, Володю Кличко, такой есть боксер, и вот он в своем могуществе, а Кличко это евреи, если кто не знал, будете знать, и старший, и младший же евреи, по-моему, по папе, или по маме, я точно не знаю, но это не важно, и вот он в своем могуществе, так, когда находился на пике, решил когда-то боксировать на Пасху, Песок был, и вот он на Песках устроил мордобой, я так еще тогда подумал, я не сильно верующим был, но я подумал, ну, что-то он, по-моему, зря это он делает, даже я понимаю, что это зря, не, я верующий, ну, в общем, я еще так, знаете, ну, верил, ну, как бы не сильно понимал, там, что от Бога, что не от Бога, да, еще был, не сведущ в таких делах, и вот, ну, и все равно меня даже, это как-то насторожило, думаю, это, ну, сильно нагло, вот так делать, действовать, и вот он вышел боксировать против человека, который ему подставили, ему его просто надо было побить, как всегда, в общем, и он вышел, и где-то или в четвертом, или в пятом раунде, его оставили силы, в один момент, и он, вот, как, он побеждал по всем этим, такой был, вообще, ну, все думали, сейчас он его уложит, тут вдруг у него забираются силы, и этот подставной, который он просто должен был превратить, в отбивную, он его пару раз ударил, и он все упал, остановили бой, и я подумал тогда, ага, вот тебе и ответ, Володя, нельзя на песах боксировать, нельзя на песах мордобои устраивать, и действительно, это так, и это хороший пример, у меня таких много примеров, так, лишается, отнимает, ага, так, прочитали, открывает глубокой, и среди тьмы, и выводит на свет тень смертную, вот, это вообще, то есть, и тень смертную выводит он, и открывает глубокой, и среди тьмы, и выводит на свет тень смертную, то есть, и тьмой он управляет, а как же так, он же свет, и, как же так, дело в том, что Бог управляет всем, И другого управителя нету. И это важно понять. То, что мы сегодня делаем, если кто поймет то, о чем мы сегодня говорим, то это вершина учения. Это крышка. Дальше уже прыгнуть некуда. Потому что кто поймет, что все Богом делает, тот получает свободу. Против чего бояться, против чего протестовать, чему возмущаться, что осуждать, если делает Бог и во всех жизнях, и вообще везде. Умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их. Война в Украине и многие молятся против войны. Вы знаете, я когда-то, как я получил вопрос в свободу в этом вопросе. Я помню в Харькове был такой, знаете, у меня как раз все на плюсе было. Я ходил там по православным монастырям и с ними попрепираться. Вот захочу, там зайду и там, а что такое иконы, а зачем они вам, а иконос это идол с греческого, а не знаете. Ну и умничал там, в общем. И вот я захожу там в центре города, большой монастырь такой православный, московского патриархата. Ну думаю, сейчас я вас тут покромсаю. И так я прохожусь себе, смотрю, ну такой кто-то из высших чинов их идет. Думаю, это нормально, это мой как раз размерчик. Можно вас на секундочку? И там с ним давай раз, то это, и потом говорю ему, слушай, а вы молитесь? Вы знаете, сколько в Харькове вот этих масонских лепок и сколько вообще здесь ритуальных таких лепок и мест? Ну в общем, Харьков считается одной из столиц культизма. Кто не знал, будете знать. И сколько здесь всего вот этого, вы молитесь против этого? А он смотрит на меня и говорит, ты верующий? Я говорю, да. А он мне говорит, а ты веришь, что антихрист придет? Я говорю, ну как, так сказано, что будет время антихриста. И что, ты будешь молиться, чтобы он не пришел? Ты же будешь молиться против Божьего промысла, против Бога. И я так встал, на него клип-клип, и думаю, а что ему сказать? Он одним рощерком пирал, так он у меня рубанул, и все, и у меня охота отпала с ними спорить, и их там зауличивать, в общем. Я думаю, ну как это так вообще точно? Я даже не мог понять это. Это он управляет тьмой. Нет другого, никого, кто бы мог это сделать. Понимаете? Он повелевает всем на этой земле. И усматривает на разных уровнях причем. Отымает ум у глава народа земли, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Еще раз. Отымает ум у глава народа земли, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупи уходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. И вот мы говорим, выбрали президента, а он не такой. И что? Надо молиться, чтобы Бог удалил его. В смысле? Что Бог ошибся с президентом, вы хотите сказать? Или что? Нет, Бог никогда не ошибается. Но если он забрал ум у него на какой-то момент, то, наверное, он знает, что он делает. Воистину так Бог знает, что он делает. Понятно, что сейчас я говорю не по сердцу многих людей. Потому что, если все делает Бог, то кто же тогда виноват? А мы так любим, чтобы кто-то был всегда виноват. Мы так любим иметь всегда врага в прицеле. На кого можно было бы свалить все. Свои неудачи, свою лень, свою... Ну, вообще все. Это он, тот виноват. Это не я такой. Не с себе разбираться. Но, знаете, когда народ или хотя бы группа людей поймет, что надо разбираться и искать врага не вне, а разбираться с собой и иметь благодарное сердце. И за все благодарите Бога. Потому что в этом его благоволение о вас. За все благодарите Бога. И когда мы это поймем, то наша земля начнет исцеляться. Потому что как тьма имеет распространяться, может, в геометрической прогрессии, так и свет распространяется в геометрической прогрессии. И если маленькая группа людей согласится с тем, что Бог великий, Он делает все, и Он управляет всем, и начнет благословлять Бога, и благословлять Его во всем и на все, то эта земля имеет шанс на исцеление. А если мы будем продолжать бороться с Богом, то у нас шансов нет. Если мы будем под видом служения Ему продолжать бороться с Ним, то шансов на жизнь у нас нет. Эта земля обречена. Потому что я... Мы недавно разговаривали с моей женой, и я думаю, что потоп это... Ну, допотопное поколение. Мы видим одно допотопное поколение, которое жило перед нами. Но не факт, что оно одно. Но я так понимаю, как вот во всем есть цикличность, знаете, зима, осень, лето, весна, все по порядку и возвращается на прии своя. Так и земля. Проходят люди какой-то цикл, потом они доходят до какой-то высшей степени развращения. Не развития, а развращения. Понятно, что это взаимосвязанные процессы, но до высшей степени развращения. И уходят в небытие, и Бог возобновляет жизнь, и опять люди получают шанс на исправление, и опять они идут. Так вот, на нашем поколении все может остановиться. Если мы поймем, что Бог царит на земле и на небе, и нет никого другого царя, и делает все, и начнем благословлять Бога, перестанем воевать с Ним, то наша земля получит шанс. И наша земля сделается цветущим садом. И рай здесь будет на земле. Поэтому, друзья, всех хочу ободрить, всех, кто понимает, о чем мы сегодня говорим, всех, кто идет этим путем освящения, очищения, принятия, осмысленности. Всем желаю успехов на этом пути. Получится у вас хоть у одного поломать эту подлую программу, подлый вирус, который был запущен в человечество. Бунт скрытый, бунт против Бога. Скрытый, потому что любой грех, любое противостояние, это бунт против Бога. И получится у вас, знайте, что вы станете тем островком света, куда будут приходить люди разные и получать этот свет от вас и заживаться от вас. Я верю, что у нас все получится. Я верю, что мы на правильном пути. Поэтому благословляю всех вас. Обнимаю. Хорошего шабата. Молитесь за нас. Молитесь за весь народ Божий. У кого есть сердце поддержать, помочь каналу, в описании есть такое понимание, как вздоха. На этом всего самого наилучшего. Бару Хашем, Аколь Бархот. Шалом, шалом, шалом.